Здравствуйте, мы продолжаем разговор об истории Древней Руси. Очень часто в истории мы сталкиваемся с таким понятием как миф. Миф это непроверенная информация, которая принимается на веру и не требует доказательств. Миф рождается тогда, когда человек не имеет достаточно знаний для того, чтобы объяснить себе что-либо с точки зрения науки. Однако в том-то и заключается положительная черта мифа, что он позволяет хотя бы что-то объяснить на том или ином этапе развития человечества. Первые мифы о грозных богах возникли тогда, когда люди еще не знали научную природу явлений, которые их окружают, когда люди не могли объяснить с точки зрения науки, как возникает гроза или как возникает смена дня и ночи, как возникает смена периодов времени года и так далее. Это мы с вами знаем, что молния это электрический разряд, а гром это звук от этого разряда. А восточные славяне до принятия христианства были убеждены, что молния это сверкающий в руках Перуна меч, с которым он борется с темными силами, а гром это звук его громыхающей колесницы в ходе этого самого сражения. Вот вы знаете, миф и наука вещи противоположные. Наука опровергает мифы, поэтому мифы науку боятся. Как физика показала нам реальные причины того, из-за чего происходит молния, так история должна показать то, что было на самом деле, а что для нас с вами является мифом. Вот сегодня мы с вами поговорим об эпохе Ярослава Мудрого и попытаемся отделить исторические мифы от того, что было на самом деле. Ну а начнем мы с того, что мы традиционно знаем с вами о Ярославе Мудром. Ярослав Мудрый был одним из сыновей князя Владимира. Всего у князя Владимира было 12 сыновей, и он девятерых из них посадил княжить в разные княжества. Ярослав княжил сначала в Ростове, во время нахождения там он основал город Ярославль, а после этого княжил в Новгороде. Владимир хотел передать великокняжеский киевский престол своему любимому сыну Глебу. Однако 15 июля 1015 года князь Владимир умирает. И после этого начинается событие, которое в русской истории получило название «Вторая усобица». Если вы помните, первая усобица произошла после смерти князя Святослава, и в ней участвовал сам князь Владимир. Вторая усобица, то есть борьба между князьями за киевский престол, произошла сразу после смерти князя Владимира. И так в ней началась она в 1015 году, а закончилась либо в 1019, либо в 1036 году. И так в ней приняли участие. Светополк, старший сын из ныне живущих, из оставшихся в живых сыновей Владимира. Также в ней приняли участие сыновья Владимира Борис и Глеб. Как я сказал, Борис был любимым сыном Владимира. Также в ней принял участие Ярослав, еще пока не мудрый, он княжил в Новгороде. И также в ней принял участие Мстислав, князь, сын Владимира, который княжил в Тмутуракане. Как летопись рассказывает нам события, связанные с этой историей. В самом начале Светополк захватывает власть в Киеве. После этого он направляет своих людей убивать своих братьев Бориса и Глеба. Причем Борис и Глеб, Борис княжил в Ростове, а Глеб княжил в Муроме, они от своих верных людей получают известие о том, что Светополк послал их убивать. Но они не предпринимают ничего, они ведут себя абсолютно покорно. Они имели возможность встать в поход против Светополка, они имели возможность хотя бы убежать. Но они отвечают, что Светополк нам как отец, он нам старший брат, поэтому он получил власть по праву, и мы должны ему подчиняться, потому что любая власть от Бога. В итоге Борис и Глеб оказываются убитыми по распоряжению Светополка, они становятся первыми русскими святыми. Причем они были канонизированы еще до того, как был возведен в лик святых даже их отец, князь Владимир. А князь Светополк получает прозвище Окаянное. От слова Каин это библейский герой, который убил своего брата Авеля. Мораль этой истории очень проста, ведь именно о ней нам и рассказывает житие Бориса и Глеба. Любая власть от Бога, ни в коем случае нельзя противиться правителю, который старше, который законно получил свою власть, хотя бы на том основании, что он был старшим братом. На этом заканчивается первый этап усобицы. Светополк в Киеве. На втором этапе в борьбу вступает Ярослав. Он решил отомстить Светополку за убийство невинно убиенных Бориса и Глеба. Он поднимает новгородское войско, обращается к новгородскому войску словами «Братья, помогите мне против врага сего убийцы и гордеца». И ему удается согнать Светополка из Киева. Светополк бежит в Польшу, где вступает в политический союз со своим тестем, польским королем Болеславом. Пока временно Ярослав находится в Киеве. Но через два года Светополк вместе с Болеславом возвращаются в Киев. Ярослав из Киева бежит, Киев достается опять Светополку, Ярослав добегает до Новгорода, собирается из Новгорода бежать дальше, а именно в Скандинавию. Однако тут проявили свою волю новгородцы. Они порубили ладьи, тем самым не дали Ярославу бежать дальше. Они уговаривают Ярослава продолжить борьбу за Киевский престол. Они дают ему войско, если верить летописи, это 40 тысяч человек. И с этим войском Ярослав идет в поход против Светополка. 1019 год, битва на реке Альте, в которой побеждает Ярослав, Светополк бежит и, как сказано в летописи, дальше погибает где-то между чахами и ляхами, между чехами и поляками. И, как рассказывает предание, у него вспух живот, потом лопнул, внутренности выпали, и до сих пор на месте его захоронения стоит смпрат ужасный, ну и так далее, и так далее. Казалось бы, на этом усобица должна закончиться, потому что в 1019 году Ярослав занимает Киев. Однако через несколько лет начинается третий этап усобицы. В борьбу с Ярославом вступает князь Мстислав, который княжил в Тмутаракане. И в 1024 году они заключают между собой договор. Все, что делят Русь на две части. Лево бережье Днепра достается Ярославу, право бережье Днепра достается Мстиславу Тмутараканскому. И до 1036 года, когда неожиданно на охоте при непонятных обстоятельствах погибает Мстислав, Русь фактически находится во власти двух правителей. Ярослава, который имеет Киев и владеет левой бережной Русью, и Мстислава, который владеет правой бережной Русью. Окончательно Ярослав формирует всю власть в своих руках только в 1036 году, когда умирает Мстислав Тмутараканский. Итак, в 1036 году заканчивается первая усобица. Что мы имеем в итоге? Борис и Глеб первые русские святые, святополк окаянный погиб, а Ярослав, еще пока не мудрый, но в будущем мудрый, Ярослав Владимирович, как написано в летописи, утер пот и вместе со своей дружиной княжет в Киеве. Что же он делает, находясь на киевском столе? Здесь нужно сказать о некоторых реформах, которые провел Ярослав. Во-первых, он пытается хоть как-то упорядочить систему престола наследия в древнерусском государстве. Для этого он вводит так называемую Ярославову лествицу, или закрепляет лествичную систему престола наследия. В чем оно заключается? Все престолы, все княжеские престолы были поделены, ранжированы по степени их значимости. На первом месте находился Киевский престол, затем Новгородский, затем все остальные. Согласно этой системе Ярослав Мудрый сам сидит в Киеве, а всех своих сыновей по степени их старшинства сажает в остальные княжества. Соответственно, степень старшества сына соответствует степени значимости княжества. И при этом, если умирает старший сын Ярослава, который княжит в Новгороде, его место занимает более младший сын, который княжил в Чернигове, и, соответственно, сын, который княжил в Переславле, приезжает в Чернигов и так далее. То есть Ярослав вводит четкий порядок престола наследия, при котором наследование происходит по мужской линии. Итак, вторая мера Ярослава Мудрого – это принятие русской правды, первого в истории Руси письменного кодекса законов. Происходит это в 1030-1040-е годы. Согласно русской правде Ярослава отменялась кровная месть, и вместо нее вводились штрафы. Штрафы были двух видов. Вира – этот штраф платился в пользу князя, то есть убийцы платили за убитого штраф в пользу князя. Второй вид штрафа назывался головничество. Этот штраф платился не в пользу князя, а в пользу семьи убитого. Кстати сказать, преступление в русской правде называется головщина, убийца называется головник. Вот отсюда в русском языке происходит слово уголовное право, уголовное преступление, уголовник и так далее. А вовсе не от слова угол. Ну и считается, что после 1030-40-х годов вся Русь начала жить по единому своду законов русской правде Ярослава Мудрого. Еще одна заслуга Ярослава Мудрого – это его покровительство культуре в России. Ярослав Мудрый финансирует строительство монастырей, Ярослав Мудрый финансирует перевод множества христианских книг на славянский язык. Ярослав Мудрый начинает летописание именно при нем где-то в районе 1036-1037-1039 года. На Руси появляются первые летописи, которые не сохранились. На их основе потом была написана повесть временных лет. При Ярославе Мудрым возникают первые школы, при монастырях, школы в городах, где люди могли получать образование. Ярослав Мудрый отстраивает Киев, при нем Киев превращается в настоящий европейский крупный город. Он строит в Киеве, например, Золотые ворота, он строит в Киеве, например, Храм Святой Ирины, он строит в Киеве Храм Святого Георгия. Также в 1036 году Ярослав разгромил половцев и считается, что в честь этой победы он построил в Киеве Храм Святой Софии, подражая Храму Святой Софии, который был в Константинополе, столице Византийской империи. Также Ярослав в полной мере воспользовался той возможностью, которую предоставило крещение Руси, а именно заключение династических браков. Всех своих сыновей Ярослав выдавал за принцесс Европы, а всех своих дочерей выдавал замуж за принцев Европы. И, например, Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, стала женой пока еще принца Франции Генриха, а потом и короля Франции Генриха Первого. И считается, что именно при Ярославе Мудроме Русь начинает переставать быть медвежьим углом Европы, начинает выходить на европейский уровень. Ну и, собственно говоря, в результате всей этой политики Ярослав и получает то самое прозвище, под которым мы его знаем, прозвище Мудрый. Ну, обычно это объясняется тем, что он имел нестандартный ум, что он знал несколько языков, что он любил читать христианские книги и, наконец, проводил достаточно взвешенную внутреннюю политику. Это то, что мы с вами знаем о Ярославе в традиционном варианте. Однако теперь давайте задумаемся о том, что из этого миф, а что из этого реальность. Начнем хотя бы с прозвища. На самом деле, ни в одном из источников Древней Руси Ярослав не называется Мудрым. Впервые прозвище Мудрый за Ярославом закрепляется, внимание, в 1860-е годы. Спустя практически восемь с лишним веков после самой его жизни. Это не означает то, что Ярослав не был умным или не был мудрым. Даже летопись отмечает, что Ярослав был умом совершенен, храбр на рате, и христианские книги сам читал в ночи и дне. Но речь о другом, речь о том, под каким прозвищем знали его современники. Если мы откроем источники, то обнаружим, что новгородцы называли его правосуд, что скандинавские саги называют его Ярослав скупой, что в летописи часто Ярослава называют хромец. Действительно, дважды в XX веке было вскрыто захоронение Ярослава Мудрого, Святой Софии Киевской, и проанализированы останки его костей. У него были действительно проблемы с ногами всю свою жизнь. У него была одна врожденная травма тазобедренного сустава. Плюс, судя по всему, он получил одну из травм ноги во время одного из сражений, как полагают историки. Он получил эту травму во время сражения как раз со святополком. Так вот, всю жизнь действительно Ярослав был хромым. Однако, это прозвище нужно еще понимать с другой стороны. В Древней Руси противопоставлялись между собой красота физическая и красота умственная. Поэтому, когда летописец нам говорит о том, что Ярослав был хромой, это означает, что физически он был не очень красив, но это только подчеркивает его внутреннюю нравственную красоту. Кстати сказать, летопись также называет Ярослава самовластцем. Итак, с прозвищем мы разобрались. Кстати сказать, например, трудно разобраться с семьей Ярослава, и трудно разобраться с его возрастом. Например, изучая летописи и источники, мы даже не можем сказать точно, сколько у него было дочерей, сколько у него было сыновей. Иногда, кстати сказать, полезно признать то, что мы не знаем точно, чтобы не рождались новые мифы. Например, мы не знаем точно, сколько лет прожил Ярослав Мудрый. Несмотря на то, что в любом учебнике в Википедии можно найти даты его рождения и смерти, в этих датах историки глубоко сомневаются, потому что есть как минимум два сведения о смерти Ярослава Мудрого, которые не совпадают между собой. Либо он умер в 1054 году, это признанная дата, либо в 1059 году. Однако известно точно, и тоже благодаря анализу его останков, который проводился в 1939 году и совсем недавно, в начале 2000-х, известно точно, что он прожил очень длинную жизнь, что он прожил не меньше 60, а может быть даже и 70 лет. Для жителя Древней Руси, в том числе и даже для князя, это громадная просто жизнь по продолжительности, по тем временам. Ну давайте вернемся к временам усобицы. Во-первых, если мы вспомним, то в один прекрасный момент новгородцы настояли на том, что Ярослав должен вступить в борьбу со святополком. И тогда новгородцы, согласно летописи, дали Ярославу войско в размере 40 тысяч человек. Ну тут возникает вопрос. Дело в том, что в самые лучшие времена Новгорода в Древней Руси в нем всего жило 45, 50 или 40 тысяч человек. Таким образом, это летописное число вообще не выдерживает никакой критики. Ну если обратиться, например, к первой редакции новгородской летописи, то там сказано, что Ярослав Мудрый получил от новгородцев не 40 тысяч человек, а 4 тысячи человек, ну и так далее. Ну и 4 тысячи человек это тоже количество с большой натяжкой, потому что, ну скорее всего, дружина составляла от силы всего несколько сот человек. Но вряд ли речь могла идти на тысячи. Еще одна вещь, в которой следует усомниться. Вот вся та история, которую я вам рассказал, это просто пересказ русской летописи. Ну и в том числе пересказ жития Бориса и Глеба. Житие, да, это, значит, описание жизни святых. Однако историки, люди сомневающиеся и обязаны сопоставлять источники между собой. Есть несколько источников, с которыми мы должны сопоставить эти данные. Во-первых, в первоначальной редакции русской летописи эта история укладывается всего в одно предложение. Заключается оно в следующем. Ярослав Мудрый согнал святополка из Киева и занял Киевский престол. Все, ничего не сказано ни об убийстве Бориса и Глеба святополком, ничего не сказано о загадочной смерти святополка где-то между чахами и ляхами и так далее. На самом деле, летописный рассказ обрастает этими подробностями спустя несколько десятилетий. Только в 1070-е годы появляется весь этот рассказ с подробностями и уже потом его фиксирует в 1113-1117 годах повесть временных лет. До 1070-х годов ни по одному русскому источнику святополк не проходил как убийца Бориса и Глеба. Все это ему начинают переписывать гораздо позже. Но кто же тогда был убийцей Бориса и Глеба? Здесь можно принять во внимание один из зарубежных источников. Существует средневековая исландская Эймундова сага. В ней рассказывается, как два исландца, воина Эймунд и Рагнар, поступили на службу к русскому князю, которого звали Ереслейф. Он княжил в Хольмграде и вел борьбу с Борислейфом и Вартиллафом. И в ней напрямую намекается на то, что именно Ереслейф был заказчиком убийства Борислейфа. Делайте выводы сами, кто такой Ереслейф, кто такой Борислейф и что за город Хольмград имеется в виду. Беда здесь в том, что сама Эймундова сага была записана спустя где-то лет 300 после событий второй усобицы. Однако уже эти данные позволяют нам усомниться в той версии, которая представляет нам летопись. Мы должны помнить, что летописи составлялись по заказу князей и очень часто выражали ту позицию, которая была выгодна князю. Поскольку победил Ярослав, понятно, что он не может в русской летописи выглядеть убийцей Бориса и Глеба. Однако здесь мы не можем сделать окончательного утверждения, почему же заказу были убиты Борис и Глеб. Но само по себе сомнение здесь очень важно. И в этом и заключается работа историков, в сопоставлении разных источников и в выборе более или менее достоверных версий. Но вернемся к остальным событиям княжения Ярослава. Итак, мы сказали о Ярославовой лестнице, которая хоть как-то систематизировала престола наследия на Руси. Однако она имела как положительные, так и отрицательные последствия. Причем историки полагают, что отрицательных-то на самом деле было больше. Ну вот смотрите, когда умирал один из сыновей, его место занимал его младший брат. Когда умирал князь, соответственно, его место занимал старший из сыновей. Теперь внимательно. Значит, здесь остаются братья. Однако рано или поздно у князя появлялся свой сын. И когда князь умирал, возникал вопрос, кому же должен перейти киевский стол? Либо брату умершего князя, либо сыну этого самого умершего князя. Итак, Ярославова лестница создавала никак не решаемые проблемы между дядями и племянниками. И она вынуждала князей использовать один возможный способ. Это сын после смерти своего отца князя должен был расправиться со всеми конкурентами на власть, а именно со своими дядями, со своими братьями. И после этого, заняв Киевский престол, посадить своих сыновей на все остальные княжения. Итак, Ярославова лестница, по сути, не сократила усобицы, а только увеличила их. И историки считают, что Ярославова лестница стала одним из важных факторов перехода Руси к политической раздробленности. Итак, русская правда. Но на самом деле, русскую правду принял не Ярослав Мудрый. Дело в том, что русская правда — это очень сложный документ, который пережил несколько редакций. Ярослав Мудрый принял только первую редакцию русской правды, точнее говоря, даже первую часть русской правды. Это первые 18 статей. Они называются «Суд Ярослава Владимировича». В этих 18 статьях не отменяется кровная месть. В них она только ограничивается. Кровная месть теперь разрешается только за убийство и допустима только в отношении близких родственников. Она применяется только близкими родственниками. Плюс к этому появляется действительно возможность заменить кровную месть на штрафы двух видов. Однако, если обратиться к сумме этих штрафов, то возникает забавная ситуация. Ну, например, русская правда Ярослава Мудрого устанавливает штраф за убийство свободного общинника 40 гривен. Киевская гривна представляла собой 160 граммов серебра. Новгородская гривна 204 грамма серебра. Даже если мы 160 граммов серебра умножим на 40 гривен, мы получим, что за убийство одного свободного человека нужно было заплатить 6,5 килограммов серебра. Возникает вопрос, какая деревня или какой город мог заплатить такое количество серебра, при этом на Руси до 17 века не было своих источников серебра. Таким образом, русская правда, судя по всему, не действовала по стране в полном масштабе. Она действовала в первую очередь в среде князя и в среде дружинников, распространяясь только на них. Ну, продолжаем разговор. Остается заметить несколько слов о культуре и в первую очередь о том строительстве, которое Ярослав Мудрый проводит в Киеве. В Киеве Ярослав построил несколько сооружений, которые были и в Константинополе. Я их уже называл. Это храм Святой Софии, это золотые ворота, это храм Святой Ирины и храма Святого Георгия. Причем в Киеве Ярослав расположил их почти таким же образом, как в Константинополе. Ключевое из этих сооружений — это золотые ворота. На самом деле первые золотые ворота появляются в Иерусалиме. Когда Иерусалим захватили турки, они заложили эти ворота камнем. А потом золотые ворота были построены в Константинополе, и теперь Ярослав Мудрый строит золотые ворота в Киеве. Зачем все это делается? Дело в том, что люди эпохи раннего Средневековья жили в ожидании конца света. Это серьезное для них было ожидание, причем ожидание очень близкое. Должно было произойти второе пришествие, Иисус должен был явиться второй раз и начать вершить страшный суд. Причем Иисус должен был явиться в тот город, в котором есть золотые ворота, потому что во время первого пришествия Иисус въехал в Иерусалим на ослике через золотые ворота. Значит, во время второго пришествия он явится в тот город, где есть золотые ворота. Он не может войти в Иерусалим, потому что он захватен мусульманами-турками. Он не может войти в Константинополь, потому что, по мнению Ярослава, Константинополь утратил свои позиции. Он должен войти в Киев. Таким образом, Ярослав, строя золотые ворота и святую Софию в Киеве, не отмечает никакую победу над печенегами. Он ставит новую миссию перед Киевом, он превращает Киев в центр не только Руси, но в центр всего богоспасаемого мира, приглашая таким образом Иисуса Христа во время Второго пришествия в этот город. Кстати, сказать по поводу начала летописания. Многие считают, что летописи составлялись для потомков, чтобы мы через тысячу лет после этих событий по летописям восстановили, как эти события происходили. Но первое летописание начинается накануне 1036 года, а на 1036 год полагался конец света. После конца света никакие потомки не предполагались в принципе. Поэтому летопись это не отчет перед потомками, а летопись это своеобразный отчет перед Богом о тех последних временах, это исповедь о том, что происходило на Руси в последние времена перед Богом. Ну и заканчивая разговор о Ярославе Мудрым, нужно сказать два слова о династических браках. Считается, что начиная с Ярослава, Русь начинает выходить на европейский уровень. Однако если обратиться к переписке Анны Ярославны с своим отцом Ярославом Мудрым, то выяснится, что переезд из Киева в Париж был для нее настоящей трагедией. Из более-менее централизованного государства, с замечательным городом. Она оказывается в Париже, в котором жило меньше людей. Например, из города Реймса, в котором короновались в Средневековье французские короля, Анна Ярославна пишет своему отцу, «Боже, в какую варварскую страну ты меня послал! Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны». Ну и, например, для сравнения, муж Анны Ярославной, Генрих I, не умел писать, а Анна Ярославна могла подписываться Анной Региной, в отличие от короля Франции. Таким образом, на тот момент Киев и Киевская Русь была полноправным участником европейских отношений и не находилась на уровне ниже Европы. И так, как мы увидели сегодня, с Ярославом Мудрым связано много мифов. Однако, даже если разобраться в них, то все равно окажется, что летописец прав, когда пишет, что Владимир вспахал почву, а Ярослав засеял эту почву. То есть Ярослав продолжил дело Владимира, дело процветания древнерусского государства. Продолжение следует...